Муай-Таи is the discipline 189 centimeters, 111 килограмм, the IKF US amateur super heavyweight muay-tai champion Здравствуйте дорогие друзья И вновь на канале Евроспорт Россия супер поединки в ринге К1 Сегодня мы с вами в Осоке и посмотрим супер бои супер людей И как обычно с вами буду я, ваш комментатор Станислав Голованов, Наталья Цирлина Итак, готовы? Вперед! К1 на Евроспорт Россия И первая пара! Американец Картер Уильямс и его соперник, потомок новозеландских воинов Рай Сефо Многоопытный Сефо и новичок, по сути дела, на ринге К1 Картер Уильямс, очень талантливый, молодой, жесткий и амбициозный боец Ну, накануне боя Вильямс говорил, что он испытывает огромное уважение к своему сопернику Сефо это уже живая легенда И то, что ему выпало биться с самим Райом Сефо, это высокая честь Великая честь И посмотрим, насколько почтительным он будет внутри ринга Очень здорово, конечно, обставлено появление бойцов на ринге Это супер-шоу Лазерные лучи Полыхает огонь Звучит музыка Все, что угодно Можете увидеть Во время Представления бойцов Самые престижные залы Покорил этот вид спорта А всего 10 лет назад начался Этот вид спорта Основал его господин Иши Основатель школы Сейда Кан Ну, вот из карате Он перерос поистине всемирный вид спорта Универсальный вид Который объединяет в себя и тайский бокс И кикбоксинг И карате Тэквондо Классический бокс Все, что угодно Но Новозеландские танцы Рай Сефо Скатываются по горке Эдакий колобок От бабушки ушел От дедушки А Мистер Уильямс От меня ты не уйдешь Вот так можно Язык жестов перевести Очень крепкие ребята Работают в ринге К1 Дело в том, что Мало быть талантливым боксером Мало обладать Высокой скоростью Мощным ударом Примительной Молниеносной реакцией Этого мало К1 Нужно обладать Чем-то еще Бойцовский дух Который подкреплен Многолетними тренировками И Тело Граненое У этих людей Вот Маяковский в свое время говорил Гвозди бы делать Из этих людей Не было бы крепче В мире гвоздей А может быть не Маяковский Но поэт Скажем так Вот из этих людей Можно делать не только Гвозди Можно делать все, что угодно Эти супер крепкие бойцы Доказывают В каждом поединке А довольно часто идут Эти бои И восстановиться Между ними довольно сложно Так вот От боя к бою Крепнете мастерство И растет Изумление Этими Людьми Бойцы будущего Хорош Я думаю Вы согласны со мной Великолепные данные Метр восемьдесят девять Сто одиннадцать кило И всего лишь Двадцать три килограмма Ой Прошу прощения И всего лишь Двадцать три года Картеру Вильямсу Замечательные показатели Для бойца Очень Перспективный Боец Дело в том Что Чемпион Мира в супертяжелом весе Прошу прощения Чемпион Соединенных Штатов В супертяжелом весе Девяносто первого года Среди любителей Также по версии WKA Чемпион Северной Америки В супертяжелом весе Картер Вильямс Эти титулы Завоевал И вот сейчас Старается В К-1 Совершить что-то Заметное В этом году Он в Лас-Вегасе Уже блеснул Был его дебют На Ринге К-1 И он выиграл Лас-Вегасское Гран-при Но Рей Сефо Это не шуточки Итак Первый раунд Сефо В синих трусах И Вильямс Опасный И неудобный Соперник В красных трусах И Кроме всего прочего Он левша Итак Начался бой И Сейчас Ну Видим Насколько Опыт И Репутация Сефо Будут давить На американца По-моему Он ничуть не тушуется Нисколько Не смущается Своего Опытного соперника Работает По полной программе Как все американцы Хорошая Боксерская Подготовка У этого Темнокожего Спортсмена А вот Однако Пропускает Боковой Слева Рей Сефо Коротеньким Но очень Жестким Крюком Цепляет Американцы И бой Продолжается Уже Ноги Работают Лоу-кики У Сефо Это страшное Оружие Посмотрим Насколько Крепок Окажется Уильямс Встречает Уильямс Крепко Стоит И готов К бою Готов К жесткому Поединку Идет В открытый Размен Ударами Сефо Пытается Обработать Корпус Уильямса И сам Пропускает Сначала По внутренней Поверхности И удар В пах Я думаю Замечание Мы сделаем Репери Был откровенный Удар ниже Пояса Никакого Почтения Ой-ой-ой-ой Хорошо Хорошо Но Сефо Пропускает Мощный Боковой Слева Новозеландцы Здорово Выступают В К1 И достаточно Вспомнить Туа Сефо Тоже Не подарок Кто Вставал На пути Многие Оказывались На полу Еще один Знаменитый Новозеландец Дэвид Туа На профессиональном Боксерском ринге Творит чудеса Вот Сефо Уже глаз Глаз закрывается Правый глаз У Сефо Закрылся Мощнейший Хайкик И Сефо Идет вперед Открытый Бой Открытый Жесткий Без компромиссов Видим Хорошо чувствует Дистанцию Уходит Досталось Сефо Да Сефо Живая легенда К1 Провел 55 боев 44 Одержал победу И вот сейчас Правый глаз Уже ничего Почти не видит Это следствие Жесткой Левой Ударной руки Уильямса Американец Неплохо работает Слева И вот сейчас Пошел в атаку Помню Что он в тайском боксе Работал В любительском Но Школа Есть школа И Сефо Приглашает Давай Ему нравится Нравится Такое развитие Событий Хочешь побиться Я готов И вот сейчас Удару по корпусу Достает Мощным крюком Аперкот Проходит Но в результате Получает сам Ниже пояса Удар коленом Ниже пояса Откровенный удар Пах У Сефо На полу Конечно Ему сейчас Дадут возможность Прийти в себя Но Рефери может Сделать замечание И даже Предупреждение Желтая карточка Это замечание Красное предупреждение И снимется очка Ну вот посмотрите Удар Откровенно Пах Это Ужасные ощущения Я могу вам сказать Какой Испытавший это Жить после этого Можно Но В ринге В эти моменты Конечно В глазах Темнеет И Если сказать Что это неприятно То не сказать Ничего Вот вам и почтение Вот вам и уважение К именитому сопернику Айда Вильямс Кстати Многих Очень ярких Звезд Мы сегодня не увидим К сожалению Но Это следствие Жесткой турнирной Борьбы Жесткой Сетки И Очень короткого Восстановительного Периода Такие звезды Как Джером Лебана Жеронима Великолепный Жеронима Француз Богатырь И его Голландский Товарищ По рингу Эрнеста Хуст Мистер Совершенства Они к сожалению Не участвуют В поединках Поскольку Травмированы И Не хватило им недели Они вот На прошлой неделе Получили травмы И К сожалению Восоки Здесь сейчас Проходят Заключительный Отбор На финал Который состоится 6 декабря Этих звезд Не будет Но в нашем ринге Свои звезды Вильямс Идет вперед Это американская Черная Боевая машина Он устремляется Вперед И Рейс Второй раз Получает Ниже пояса Неукротимый Напор Вильямса Приводит к тому Что Пылу борьбы Он не замечает Куда наносят удары Нужно все-таки Не терять Головы И забывать Что В ринге Твой товарищ Одно из Неукоснительных Правил К1 Это Соблюдать Законы Которые Установил Господин Иши 10 лет назад Сэмпо смотрит На своего соперника Покачивает головой Но он очень Мужественный человек Очень крепкий Физический И духом Я думаю Он найдет в себе силу Чтобы продолжить Поединок И вот он Момент Который Привел к тому Что Сэмпо оказался В углу Не часто Можно видеть То как Открывает счет И задает возможность Сэмпо Остановиться Вильямс Привел Его в угол Загнал И вновь продолжает Обрабатывать Мощнейшими Чудовищными ударами И вот Кровь Новозеландских воинов Бушует Рей Сэмпо Откровенно Вызывает На Смертный бой Пропускает Удар коленом Замечательный Тайский боец Вильямс Но удар локтем Что такое Это разрешено Только В боевом Тайском боксе Здесь В К1 Это Недопустимый Прием Вы знаете Что удар локтем В тайском боксе Приравняется К удару Мячом И можно Просто-напросто Убить И Первая желтая карточка Хотя можно было Ее давать Гораздо раньше Вот так Вильямс Да Где-то там За рингом Он оставил Все уважение И к своему сопернику И к правилам К1 И за это Наказан Вот он Грязный прием И так Уже без того Глаз закрыт У Рейсефа Ну что такое Конечно Совершенно верно Негодует Ветеран И так У кого будет решение Арбитра Давай Собирайся Уже и правый глаз И левый Глаза закрыты Сейчас Сейчас Зрителям Объясняют Что происходит В ринге Чем вызвана Такая пауза Сефу Конечно Возмущен Что Его обрабатывают Такими грязными Приемами Многократными Ударами Ниже пояса Ударом Локтем Доктор решил Что бой Рейсефу Не может продолжать Ну Таково же будет решение Должны посчитать Очки В таком случае Вот видимо За это действие Сняли Одну очко У Вильямса Не знаю Как это скажется На итоговом результате Бой Довольно плотный Был довольно ровный Конечно Вильямс С таким Комсомольским задором Ринулся на ветерана Рейсефу В результате Закрыл ему Оба глаза Нанес Несколько ударов Ниже пояса Очень мощный боец Конечно Готов подавить Любого Но так Такими способами Это конечно Недопустимо Картер Вильямс Может быть Иллидировал Чисто эмоционально Но если Вести Беспристрастный Подсчет очков Боковые Судьи Рефери приходят К выводу Что победа Присуждена Рейсефу Все Бой окончен И Сейчас они уже Не враги И Вильямс Наконец-то Вспомнил Что долгое время Для него Рейсефу Был настоящим Кумиром И перед выходом В ринг Он говорил Я счастлив Что Сефу Мой соперник Зачем же так И вот Ему наука Не стоит Так обходиться С ветеранами Ну что Самые интересные Поединки Еще впереди Но то Что мы сейчас Увидели Это конечно Очень интересно Восоке И Сэм Грекко Будет Сражаться С Питером Грехом И сейчас Легендарный Сэм Грекко Который По сути дела И не собирался Выступать Сегодня Он приехал Посмотреть На соревнования Но Его пригласили И он Не отказался Несколько дней Он буквально Готовился Он ведь был Тоже травмирован Как и Эрнесто Хуст И Джером Лебаннер И вот Питер Грехом Из Австралии Выходит Под Зажигательную Мелодию Мощный Боец Метр Девяносто 113 кило И богатый Опыт Очень богатый Опыт У него Провел Приличное Количество Боев К1 Сражался Со многими Известными Спортсменами Работал В кикбоксинге Но сейчас Все ожидают Конечно Появление Сэма Грека Сэма Грека Мастера Карате 36 лет И вот Человек Приехал Посмотреть Соревнования В итоге Оказался На ринге Его пригласили Просто посмотреть Как Уважаемого Гостя Но Выходит Кимоно Это Напоминает Мне Самые ранние Первые годы К1 Когда выступали Воспитанники Господина Ишии Они выходили В кимоно И сражались Вот по вновь Придуманным Правилам И эти правила Сделали таким Популярным Этот вид спорта Сэм Грека Собственной Персоной Шестикратный Чемпион Австралии По Фулл Контакту Карате Чемпион Содружества Наций По карате Три года подряд Он удерживал Этот титул Чемпион мира 94-го года По карате Хорош Действительно Хорош Такой Боец Входил В восьмерку Лучших Бойцов 96-97-го Гран-при К1 Ну вот показатели Грэхэма 20 нокаутов 27 побед Из них 20 нокаутов У Питера Грэхэма И сам Грэхэма 36-летний Мастер Карате Не знаю Смог ли он Остановиться После Недавней Травмы А травм Можете Сами Видеть Хватает Спортсменам К1 Но Огромный опыт И конечно Великолепная Физическая форма Обратите внимание 36 лет Прокачан Капитально И причем Это рабочие мышцы Можете Быть Уверены Что это Хорошие Добротные Рабочие мышцы Мастера карате Тяжеловеса Который Вставая на весы Может видеть 106,7 кг Стрелочка Показывает Метр 88 Рост Сэма Грека Чуть-чуть пониже Он своего Визави Очень крепкий Итак В черных трусах Грахам Тимано Греко Я сначала думал Это следы от банок На спине У Грека Но нет Это Татуировка Такая звездная Флаг Австралийский Видимо Первый раунд Начался Работают Очень внимательно Ой-ой-ой Вот это Грехам Такую вертушку Закрутил Если бы попал Это было бы Что-то невероятное Я думаю Мы Несомненно Увидим Повтор этого момента Грека Грека проверил Нижний уровень Нанес Лоу-кик И вот захват Захват ВК-1 Вещь Ненужная И недозволенная Что здесь разрешается Так это Сражаться До самого победного Конца Тяжелый Конечно Удар у Грехама Так почти Без замаха Короткий Боковой Но Слышно С какой мощью Он Наносит Эти удары Вперед Пошел Греку И обрабатывает Корпус Вот Рефери Разводит Матер Небольшую хитрость Использует Грека Прилипает К атакующему Сэму Грека Нельзя держать Соперника Наносить удары По Затылку Питер Грехам Земляк Сэма Грека Они оба Из Австралии Так вот Грехам Не раз доказывал Что он Очень опасен Выиграл У самого Марка Ханта Был и такой У него опыт И тяжеленные удары Наносит Греку Идет Вперед И размашисто Немножко В несвойственной Для карате Манере Он работает Но К1 Диктует Свои Тактические Решения Первый раунд Тяжелая Рубка И по Желтой Карточке Получают Оба Бойца У Сэма Грека 18 побед Их 11 Нокаутом 6 поражений И 2 ничи Вот этот Самый Момент Очень здорово Конечно Пробивал С разворота Едва Едва Левой Ногой Не нанес Греком Удар И если бы Попал То конечно Тяжело Пришлось Ся Греком Второй раунд Греком Настроен Очень решительно Немного Открыто Стоит Конечно Сэм Греком Обрабатывает Ногу В ногу В ногу Тайский Бокс Дает Себе знать Это очень Хорошая Школа И Не может Продолжать Бой Сэм Греком Сказалось Та самая Травма Ноги Он Нанес Удар Но Повредил Сам себе Ногу Я думаю Сейчас мы Увидим Этот момент Победа Достается Питеру Грекому Из Австралии Вот как бывает Нанес удар И попал Видимо В кость Нога Питера Грекома Оказалось Крепче Нежели у Сэма Грекома Этот момент Как раз и есть Когда Он просто Наверное Потянул Или подвернул Как раз Ногу Поймал Поймал Эту ногу Питер Грекома А может быть В тазовую кость Пришелся удар Здесь вот Сложно понять С этой точки Но ясно одно Что Сэм Грек Травмировался И победа Ввиду невозможности Продолжать бой Соперникам Достается Питеру Грекому Из Австралии А мы будем С нетерпением Ожидать Следующий бой В котором Встретится Наш Алексей Игнашов С Майком Бернардо Обидчиком Белорусских Боксеров Алексей Возможно Возьмет Реванш Мы будем Болеть за него Мы с вами В Осаке И вместе Наверное С 65-тысячной Аудиторией Которая Собралась В Осаке Доме Так называется Дворец спорта Наблюдаем За ходом Супер боев И сейчас На ринге К1 Наш белорусский Спортсмен Алексей Игнашов Который Встретится С Майком Бернардо А Майка Мы видели Совсем Недавно С вами В пятницу Накануне В Загребе Гран-при Европейском Майк Бернардо В жесточайшем Поединке Выключил Просто Начисто Из борьбы Сергея Жура Мы знаем Сергея Как очень хорошего Боксера Профессионального Боксера И в любителях Он здорово работал И Майк Бернардо Очень расчетливо Хлотнокровно И жестко Атаковал Правую ногу Вернее Левую ногу Сергей Жура Наносил Очень тяжелый удар Раз за разом Методично В конце концов Сергей начал Прихрамывать Потом Хромать В конце концов Просто рухнул И не смог Продолжать бой Вот так Майк расправился С белорусским боксером Но Алексей Игнашов Занимается вместе С Сергеем В одном клубе Чинук Это замечательный Минский клуб Который подарил Много Талантливых Боксеров Прежде всего Тайских боксеров Чемпионов мира И сейчас Матч-реванш Можно сказать Попытается Отомстить За своего друга Алексей Обычно Улыбчивый Доброжелательный Обаятельный За что Собственно И полюбили его Многие миллионы Болельщиков В Японии В США Конечно В Японии Больше всего Может позволить Себе расслабиться И вот Объявляют Выход Красного Скорпиона Такого Прозвища Алексея Замечательного Бойца Чемпиона Мира В тяжелом весе 99-го 2000-го года В тайском боксе Чемпион мира 99-го И 2000-го года В кикбоксинге Чемпион Европы Чемпион европейской Российской зоны 2001-го года И вот он В своем парчевом Халате С красным подбоем Движется К рингу С улыбкой Но Наверное Сам один Алексей Лишь знает Чего стоит Ему Улыбаться На пути К рингу Где его ждет Жестокий бой Коварным Майком Бернардо Ну смотрите Замечательный парень За эту улыбку За его доброжелательность И полюбили его Многие-многие Болельщики Классный парень Хороший товарищ И замечательный Талантливый Боец Очень интересным Способом Перебирается Через Канаты Как матрос По вантам Посмотрим Что ему Принесет Это плавание Море Полно Пиратами Такими Как Майк Бернардо Приходится Сражаться Совсем недавно Алексей Отличился В этом году Он стал Чемпионом Парижского Гран-при Имак Бернардо 53 победы 15 поражений 2 ничьи Из 53 побед 42 нокаута Нокаута На ринге К1 Еще Если бы он Шляпит Снял Шляпит Тут же Это очень Высокий Показатель 63 победы 6 поражений 34 нокаута Алексея Игнашова Хороший Показатель И вы знаете Последние 9 боев Он проводит Без поражений Одни победы И вот Улыбка Потихоньку Исчезает С лица Алексея Майк Бернардо Вообще Отличается Серьезным нравом И неулыбчивостью Начинается бой Три раунда По три минуты Такова формула К1 Как первый раунд Бокс Оба в традиционной Стойки И сейчас Алексей Начинает Работать В ногу Именно так Майк Бернардо Вывел Из строя Сергея Жура И сейчас Алексей Возвращает Должок За своего Товарища Высочайшая Техника Тайского Бокса И колено Алексея Это знают все бойцы Страшное оружие И вот уже он угрожает Очень серьезно угрожает Бернардо Начинает работать Руками Вы знаете Алексей Реальный претендент На то Чтобы Лидировать Среди сильнейших Бойцов Гран-при К1 Вы знаете Если Алексей Соберется Немножко Поработает Над физической Формой Подведет себя Это конечно Задача Тренеров Штаба Алексея То Может быть Не будет Равных ему Всем его Нагородила Щедра природа И Ростом И весом И конечно же Умом И бойцовским Талантом Иногда бывает Что Иногда Травмы Не дают Поработать Иногда Травмы Иногда Просто Можете Ленится Бывает Восстановиться Между боями И Это сказывается В Заключительных Раундах Поединка Бои Иногда Были Затяжными Сложными Наверное Равными Сотерами Здесь Нет Слабых Бойцов И вот Первый Раунд Нервную Нервную Фазу Перешел И Бернардо Идет Вперед Сначала Его Обрабатывал Алексей Начал Слоу Киков Потом Руками Бернардо Сейчас Боксерки Техники Наносит Мощнейшие Аперкоты Боковые Я думаю Через перчатки Это можно Почувствовать Алексей Нужно успевать Встретить его Ногой Не дать Развивать Атаку Не буду Ничего Советовать Алексей Знает Лучше Многих Что делать В ринге Но Иногда так Хочется Поболеть И чем-нибудь Помочь Своему Да Вот это Бернардо Очень серьезный Боксер Очень серьезный Он из Южной Африки Но сейчас Выступает За Хорватию Например В последнем Загребском Гран-при Он заявился Как хорватский Боксер Он говорит Что живу В Загребе Удар в корпус Ногой И затем Бернардо Идет вперед Алексею Нужно Не выключаться Работать до конца Быть собранным Мощный Мощный Даже Не доворачивать Немного руку Порой Открыто Перчаткой Наносит Бернардо Алексей Отдохнул В углу Как многие Тайские боксеры Он отдыхает Стоя Поставив Ногу На канаты И второй Раунд Начался По-прежнему Алексей И вот он Лево на ваших экранах Вновь Забрал Центр Ринга И Поджимает Поддавливает Бернардо И сейчас Начнет Постреливать Насколько Насколько опасен Бернардо Мы с вами Увидели В конце Первого раунда Вроде Он сначала Стоял Под градом Ударов Алексей Его Серьезно Обстреливал И Затем Вдруг Бернардо Взрывается И Наносит Чудовищные силы Удары Левая нога В голову Верни На правой Вот Вот Молодец Левая нога Печень Вновь Ловки Алексей Угрожает Но Бернардо Настолько Плотно Закрыт И Настолько Таит Серьезную Опасность Что Алексей Очень долго Готовит Свои атаки На футар Колено С внутренней поверхности Колено И Бернардо Идет вперед Алексей Ныряет Под руку Мощнейший Хук Справа Рассекает Воздух Над головой Алексея Бернардо 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 Парня Который Который С честью Сражается С самыми Сильными Боксерами Планеты Но Каков был Удар Алексея Это Удивительно Просто Майк Бернардо Не верит Что это С ним Произошло Вроде Вот так Все начиналось Неплохо Он очень мощно Мощно работал С Алексеем Даже через перчатки Я думаю Почувствовал Вот смотрите Вот он момент Атака Голову И затем По обратной поверхности Ноги Бернардо Повержен Все Болевой шок Он не способен Продолжать бой Вот он Удар под колено И все Высший Класс И именно В тайском Боксе Алексей Освоил Эту технику Великолепный Талантливый Боец Наверное Один из самых Сильных В мире К1 Это значит Пожалуй Просто Самый сильный В мире Но еще Впереди Гран-при В Токио 6 декабря Для определиться Чемпион Этого года Алексей Мы поздравляем С великолепной победой Насколько тяжело Досталось Сергею Журу Алексей Сегодня Компенсировал Питер Айрц Из Голландии И Джеральд Венетьян Его земляк Сегодня уже Была Одна пара Из Австралии И вот сейчас Два Голландца Но Ничего не поделаешь Таковы результаты Жеребьевки Шикарно Обставлено Появление Боксеров На ринг И Джеральд Венетьян В маске С какой-то Дубиной Движется К рингу Я думаю Эту дубину Наставит За рингом Я помню В детстве Были маски Были марки С изображением Африканских масок И мы мальчишками Собирали их И мечтали О далекой Черной Африке А вот она Сама пришла На наши экраны На экран Евроспорт Россия И с боевой Палицей Джеральд Венетьян Движется К рингу Голландский Кикбоксер Чемпион Голландского Гран-при 2001 года Очень хороший Кикбоксер Готов Сегодня Сразиться С ветераном Питером Айртсом Они Близки По-возрасту Питеру Айртсу 33 года А Джеральд Венециану 32 Это Крепкие Мужчины Очень опытные Мощные И наконец-то Маска Снята Готов Биться Венециан И вот Питер Айртс По прозвищу Лесоруб Питер Айртс Из Числа Самых Сильных Бойцов Конечно Питер Айртс Идет без Топора Хотя Если бы он Шел с топором На плече Это было бы Конечно Очень эффектно И я думаю Это было бы Хорошим Ответом Венециану Питер Айртс Тоже вышел Из голландской Школы Кикбоксинга И выступал В кикбоксинге Он стал Чемпионом Мира В тяжелом весе По версии Айкбф Чемпион мира В тайском Буксе В тяжелом весе И Трехкратный Чемпион Мира По К1 94 95 И 98 Года Очень серьезный Боец Легенда Живая Легенда К1 Он стоял У истоков Аутуна 186 100 Кг 100 Кг Кг Показатели 32 Года Жерла Венециану Метр 86 И 98 Кг 36 побед Одна ничья Одно поражение И 19 Нокаутов Во все Сейчас Питера Айртс нам Представят Ему 33 Года Метр 92 Рост его И 107 Кг 56 Нокаутов У него И 74 Побед Конечно 21 поражение Это тоже Никуда не денешь Этот опыт Который Дорогого Стоит И одна ничья У него Побогаче Боевая практика У Питера И повыше Он ростом На 6 Сантиметров Рост Питера Айртса Выше Но Каков Венециан Такой Крепкий Боец Ой 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 Сейчас Не просто Придется Питера Айртса Настроен Джеральд Венециан Очень Очень Серьезно Впрочем Как и все Кто Выходит На Рин Каги Ну вот На Титрах Ошибка Перепутан Цвет Трусов Слева В красных Трусах Соответственно Со светлым Цветом Кожи Питера Айртса Слева И справа Темно В синих Трусах Темнокожий Атлет Джеральд Венециан Оба Знают Что такое Работа Ногами Нижнем уровне У каждого Поставили Казар Опыт Побольше И вот До начала Начинает Работать Лолкик Нижний уровень И Ленцант Клещет Повыше Опирается Очень Собранно Ленцант Старается Работать По серий Начинает Атаку Мощный Хакик Справа И Затем Троечка Руками Питер Айртс Как и все тайские бои Боксеры Начинает Постепенно Потихонечку Не торопится Постреливает Ногами Боксер Айртс Боксер Айртс Боксер Айртс Боксер Айртс Боксер Айртс Отходя назад Левый Встречает Боксер Айртс Боксер Айртс Бояртс страшно споткнулся сейчас венциан опасно атакует мощная серия короткой но жесткая руковым вправо завершал эту атаку венциан нормально себя чувствует на аэрс 33 года огромное количество боев замечательно 96 боев как он выбрал себе к 1 девяносто третьем году так и продолжается на римке к 1 это удивительное долголетие спортивное долголетие 10 лет тому назад он стоял по сути дела у истоков этого вида спорта и вот она мощная прямая серия наверно все-таки небольшое потрясение скутал венциан потому что рухнул это уж очень легко против ноги второй раунд моментальный обмен удар венциан в корпус аэрс в ногу венциан сейчас менял стойку затем вновь вернулся в свою родную двустороннюю оба правши нога пролетела буквально нескольких миллиметрах от головы аэрс и стоит на ногах венциан дурной знак очень просто но довольно эффективно и легко комбинирует венциан удар ногой парочка ударов руками лоу хих и двойка левый правый вновь меняет стойку венциан он органично движется чувствует со временем уверенно хорошо но перед ним стоит аэрс многоопытный боец сейчас получает по затылку венциан он сам виноват не стоит крутиться и вот они удары пьетера аэрса тяжелые кулак долго разгоняется но если же он приложит так это очень серьезно кулак сейчас аэрс пошел вперед аккуратненько боковой слева гонос венциан почувствует но венциан неплохо вышел из атаки вышел с ударом о хорошем классе боксера Винсан конечно по разнообразней действует и он смотрится по координированию немного легко передвигается умеет стойки здорово ныряет, уходит от удара но в какой-то самый важный момент Питер Айрц точнее и жестче где нужно, вот там Айрц и наносит удар видимо стиль Айрца это не эффектность, а эффективность главный победитель ну чем интересен Винсан он сражался с одним знаменитым голландцем Реми Баньяски есть еще одна звезда в голландском К1 великолепный позиция, мы с вами его еще увидим так совсем недавно относительно, конечно, недавно Джераль Винсан выигрывал у Реми Баньяски в свое время выигрывал у Алексея Игнашова это очень большой плюс Винсану говорит о том, что боец грозный, боец серьезный и с очень хорошим потенциалом сейчас Питер Айрц намерен доказать, что он сильнее на сегодня чем интересен К1 очень много звезд но суперзвезд, конечно, не очень много и в конце концов от соревнований к соревнованию нет такого, что один захватил лидерство и постоянно стоит на высшей ступени передастала ситуация меняется постоянно и кто-то, кто вчера был чемпионом уже на следующий день может проиграть постоянно наступает на пятки этим интересны поединки в К1 нужно все время держать себя в форме сейчас серьезно досталось Питеру Айрцу запутался он в канатах и пропустил удар не очень вежливо обошелся с ним Игорь Замаляк Питер Айрц в третьем раунде продолжает угрожать продолжает давить и атаковать наносить удары мощные, тяжелые вот несколько прямых очень тяжелых ударов прошли Питер Айрц отмечал атаку суперкота Айрц едва-едва не нанес удар в спину своему сопернику Джеральд Венцианцев вовремя рефери вмешался в любой ценой конечно хочет победить Венециан чувствует, что уступает что проигрывает в этом бою Айрц оказался более удачлив более точен Сейчас Венециан старается хотя бы концовку сделать своей остается 10 секунд уже изменить очень сложно Последние секунды Питер Айрц по-прежнему уйдет вперед и звучит гон Венециан считает что победа досталась ему но посмотрим посмотрим кому на этот раз уволняется удача довольно ровный бой был хотя Айрц поточнее был следует отметить несмотря на то, что в конце третьего раунда Венециан взорвался поработал активно нужно было ему раньше перехватывать инициативу в большей мере один из трех ударов у Питера Айрца проходит в его атаке молодец 33 года этому боксеру хорошую технику показал его соперник но конечно Питер Айрц был нашли на мой взгляд дождемся решения судей да победа присуждается Питеру Айрцу Питер Айрц держит кубок и пока никого никому не собирается отдавать этот кубок потому что сегодня К1 и у нас есть счастливая возможность посмотреть за тем как проходят поединки на ринге в Осаке Осако дом это столица К1 на сегодня на сегодняшний вечер а впереди суперфинал который состоится довольно скоро 6 декабря Токио где определится сильнейший боец чемпион мира К1 это звание очень дорогого стоит я имею в смысле уважение и трофей который завоюет человек на ринге К1 став сильнейшим в мире можно 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 смело потом всю жизнь показывать своим детям внукам это величайшее достижение в мире боевых искусств а сейчас готовится к выходу следующая пара Франциско Филхо нет это появился Стефан Леко Мэнн Блэк по прозвищу Блицси наверное чтобы не слепило глаза от вспышек он одел темные очки очень интересный боец любит почудить он сейчас за Хорватию выступает хотя Стефан Леко долгое время жил в Германии но сейчас вот у него изменилась отметка в паспорте по прозвищу Блиц то есть вспышка Стефан Леко очень здорово работает в ринге и на каждый бой он делает новую прическу посмотрим что сегодня у него Ирокес на голове и новая капа кстати хорватская красно-белая вот такой змееобразный у него на голове Ирокес любит почудить и он может себе это позволить поскольку замечательный боец его соперник Франциско Филхо мощнейший боец Воспитанник школы Кокошин он искал высочайшего уважения во всем мире этот человек прошел кумите сто боев сто человек против себя выходит и сто боев ты должен провести непрерывно сто боев по две минуты в девяносто пятом году он выдержал это испытание и стал чемпионом мира в тяжелом весе Харатай Кокошин и кроме этого вышел на ринге гран-при К1 в девяносто седьмом году и стал бронзовым призером в девяносто девятом году на седьмом чемпионате мира по Кокошин он стал чемпионом и самое высокое достижение в мире боевых искусств это в двухтысячном году в Йокогаме он стал чемпионом всемирного гран-при и тем самым вписал свое имя золотыми буквами золотыми буквами в историю мировых бойцов стал одним из самых лучших и Стефан Леко хорбатских хорбатских боец чемпион мира чемпион мира в Муай-тай в девяносто седьмом году чемпион Европы девяносто восьмого года в К1 и в Лас-Вегасе в 2001 году он тоже стал первым чемпионом К1 это очень серьезные записи трудовой книжки и вот посмотрим сейчас кикбоксер и тайский боксер сразится с мастером карате так справа в черных трусах Стефан Леко и Франциско Филхо Бразилия в белых трусах Леко идет вперед Леко работает здорово руками очень хорошо боксирует но Франциско очень хорош Леко движется легко но завершает это движение мощными ударами поэтому бразилицы вынуждены двигаться по периметру ринга отвечает мощными лоу-киками обратите внимание на технику Франциско Филхо вот он сейчас включил как раз свою ногу очень здорово передней ногой левой нанес очень аккуратный но хлесткий удар здесь его называют хайкик для Франциско более привычный звучит Маваши Герри начинал с обманного движения а в основном конечно он адаптировался к технике К1 и работает как заправский тайский боксер дело в том что К1 это очень удачный микс из различных видов единоборств здесь эмпирическим путем бойцы отбирают самые лучшие из разных видов из карате бокса из тайского бокса стараются работать наиболее эффективно и что-то как раз и сказалось на технике Франциско Филхо он работает как заправский тайский боксер мощные лоу-кики наносит но вот сам пропускает удар ниже пояса Леко нанес удар неумышленно это в отличие от Картера Вильямса который в самом первом бою просто растерзал РСФ нанес ему огромное количество ударов ниже пояса собрался Франциско на бразильский манер можно называть его даже Фильо давайте будем так называть его именно так это звучит более мелодично так Франциско Фильо восстановился после удара ниже пояса и сейчас жестко пробивает по внутренней поверхности колено и мощная такая у Шира в исполнении Стефана Леко и сам нарывается но удар пропускает удар входит поединок входит в такую открытую фазу начинается очень жесткий обмен ударами но гонг останавливает второй раунд пролетел моментально да Леко конечно работает первым номером пытается все время поджимать Франциско Фильо но вот такой мощный удар с разворотов пяткой в колено это конечно высочайший класс и против него сложно какую-то защиту поставить нужно только уходить Леко не успел сместиться убрать ногу и в результате я думаю почувствовал всю мощь бразильского удара в Бразилии довольно популярны единоборства и карате различные школы и знаменитая школа джиу-джицы есть несколько семей много кланов джиу-джицы и взять диковинную и очень эффектную вместе с тем музыкальную танцевальную борьбу Капо Эйра и Блиц крик Леко по прозвищу Блиц решил взять реванш Степан Леко устремился вперед и непрерывно осыпает ударами своего соперника бразилец хорошо закрыт и удары практически не достигают цели сейчас по перчаткам по предплечам Леко бьет пытается разбить защиту вот прямой справа пропускает Леко удар коленом это грозное оружие конечно филе нужно быть гораздо внимательнее второй раунд каждая минута проведенная на ринге в таком интенсивном бою притупляет немножко внимание на фоне усталости можно пропустить очень опасный удар нужно быть все время собранным сконцентрированным и тот кто способен удерживать высокую степень концентрации как физической так и психической тот кто правил побеждал Леко говорит мне твои удары не страшны продолжает атаковать идет вперед он очень хороший боксер ногами работают что надо филе работает очень просто руками двойка левой правой левой правой ничего не выдумывает а сейчас несколько ударов одной правой а вот ногой удар у него очень опасен леко делает ставку у нас свою боксерскую технику он действительно в этом компоненте переигрывает бразильцы работают руками серийно серийно если бы не ноги второй раунд явно за степаном леко если в первом с небольшим преимуществом ну это на мой взгляд франциско филио ввел и завершил первый раунд с небольшим преимуществом то второй раунд наверняка за степаном леко в хорошей форме этот голубоглазый боец с диковинной прической процесска отходит немножко прямолинейно но последний момент успевает закрыться после такой откровенной атаки можно уходить очень легко шаг в сторону и легко пролетает мимо франциско филио как раз работает немножко прямолинейно всего того что он вышел из карате а там базовая техника в ката заложено немножко схематичное движение конечно что нужно чувствовать от природы как вести себя в поединке это великий дар вы знаете франциско филио несмотря на какие-то огрехи в технике обладает этим даром талантом бойца достаточно вспомнить что франциско в активе есть кумите сто боев непрерывно его отковали сто разных соперников и вот сейчас Стефан Леко очень грозно атакует достает в корпус молодец Леко собрался после проигранного первого раунда собрался и начал работать работать очень активно чувствует что в руках он может одолеть своего соперника и демонстрирует великолепную боксерскую технику хорошо работает Леко вот так серия руками и затем перевод на голову но франциско филе немножко отстоялся и затем отвечает отвечает уходит все в чем смотрится более уставшим пропустил очень много уже ударов франциско франциско филе Хотя сейчас он продолжает сражаться, но уже, по-моему, немножко поплыл. Исключительно на своей мощной силе воли он держится. Продолжает сражаться. Молодец бразилец. Конечно, Леко выиграл. И явно был нокдаун. Навстречу пробил точно в подбородок Стефан Леко. Но этот бой выиграл. Никаких сомнений. И совершенно заслуженно он принимает поздравления от своих секундантов. Великолепная победа. Соперником был у него очень опасный, очень опытный и отличный боец. Франциско Филли, бразилец. Но сумел подавить его Стефан Леко. Именно благодаря превосходству боксерской техники. В то же время работал ногами. То есть, грамотное сочетание различных техник. И в результате этого победы достается Стефану Леко. Очень хорошая победа. Хороший поединок. Добротный бой такой получился. Конечно, и Леко досталось. Да. Судя по тому, как он радуется. Он чувствовал все время огромное напряжение. И уважает, конечно же, своего соперника. Несомненно, уважает. И тем более ценна эта победа, тем она дороже для Стефана Леко. Мощный Франциско Филли, обладающий очень жестким ударом. Уступил в этом поединке. Вновь мы с вами в Осаке. На гран-при. Где боксеры завоевывают себе путевку на финальный гран-при Токио. 6 декабря там пройдет финал, где определится чемпион мира К1. И следующая пара. Кирилл Абеди из Франции. И южноафриканец, белый бык, буфало, Франсуа Бота. Кирилл Абеди, как всегда, элегантен, подтянут. Ему всего 26 лет, но уже огромный опыт. Провел 33 боя. Из них 22 выиграл. Причем 16 нокаутом. Это в кикбоксинге. Вырос он в спортивном зале, где все занимаются кикбоксингом. Но вот сейчас перешел в К1. И я думаю, не жалеет об этом. Это очень правильный выбор он сделал. Поскольку сейчас К1 в мире единоборств. Несомненный лидер. Наиболее жесткие бойцы здесь. И очень зрелищная штука. Мощный боец. Метр девяносто. Его рост. Сто килограммов веса. Белый бык. Каково прозвище южноафриканского боксера. Именно боксера. Он чемпион Южной Африки. В тяжелом весе по версии IBF. Такого же роста, как и француз. Метр девяносто. Весит 112 килограммов. Ну, на 12 килограммов тяжелее. Это, конечно, серьезно. Ну, и старше он. Значительно старше. 35 лет. Франсуа Ботти. Сейчас горцует. В красном дыму. Да, именно. Отдает предпочтение боксу. Ну, в К1 свои законы. И посмотрим, насколько Ботта сможет противостоять ориентированную именно на работу такую комбинированную работу ног и рук заставляет французу Кириллу Абеди. Конечно, появление каждого бойца обставлено с особой помпой. Звучит мелодия. У каждого своя. Свет. Лазеры. Пакелы. Золотой дождь. Клипы на огромных мониторах. Япония очень любит К1. И, конечно, это превратилось уже в настоящее супер-шоу. Многие миллионы смотрят эти поединки по телевизору. Во всем мире К1 набирает огромные обороты. и аудитория растет. Каждым днем пожалуй, здесь не добавить, не прибавить никаких комментариев. Взгляд Кирилла Абеди не нуждается. Впереди серьезный бой. Может быть, бота своей такой фривольной немножко мелодии старается расслабить, вести в заблуждение французского бойца. Чем интересен Кирилл Абеди? Он один из немногих чемпион Франции по французскому боксу. Это Сават. Очень жесткий вид единоборства. Зародился он давным-давно и занимается и сражается в нем в ботинках. Но это раньше так было. И характерен этот вид спорта тем, что работает в основном в нижнем уровне, не выше колена. Но этого достаточно. На улице раньше находил этот французский бокс применения. удар в щиколотку или под колено и соперник выведен из строя. Кирилл Абеди мастер этого вида единоборства. Но сейчас в К1 где разрешены практически все приемы кроме удара локтем и удара головой вести поединки совсем непросто. И сразу же бота устремляется вперед. Действительно это белый бык. Устоять против него сложно. Кирилл пытается встретить его ногой. Кирилл Абеди я не могу на русский манер так называю. Оказывается на полу совсем не по-джентльменски поступает мистер бота. Так у нас в ринге не принято. Лежачего не бьют. Это не по-джентльменски. Ну что такое? Каково будет решение рефери? Понятно. Все понятно что в пылу борьбы но так нельзя. Сегодня день очень нервный и самый первый поединок в котором встречались Картер Уильямс и Рей Сефу как раз был полон вот такой грязи вот такого пренебрежения к правилам. Очень чистолюбивый и неукротимый Картер Уильямс наносил удар за ударом ниже пояса Рей Сефу в конце концов дошел до того что ударил его локтем а это строго настрого запрещено. и сейчас в этом бою Франсуа Ботта нанес удар лежачий по лежачему сопернику это никуда не годится. Ну что это такое? По всей видимости он будет дисквалифицирован не ожидал этого Кирилл обиди и не смог ни закрыться ни сместиться в сторону. Нужно быть готовым ко всему Но я нисколько не смогу этот момент дело в том что К1 несмотря на всю жесткость и яростность поединков характерен тем что правила здесь бойцы стараются соблюдать и вот на самом деле это редкий момент то что мы с вами видели если пропускают удары ниже пояса спортсмена то как правило это результат случайности неумышленный но вот так чтобы подойти ударить лежачий нужно быть совсем без тормозов сейчас конечно может пожалеть об этом 35-летний Франсуа Ботт но может быть он посчитал что других шансов у него не представится попасть по очень подвижному и хорошо подготовленному Кириллу Абиди в самом первом раунде надо же так случится и знаете о чем мне еще жалею жалею о том что не удалось нам с вами посмотреть сам поединок наверняка это был бы очень интересный бой поскольку разные бойцы и Бота со своей мощью прямолинейностью тяжелыми ударами боксерскими ударами встретился бы с великолепной техникой Кирилла Абиди но победа достается французу я считаю это справедливо таковы правила ничего не попишешь а мы с вами будем ждать заключительного боя в котором встретится чудовище по имени Боб Сап и его соперник великолепный технар из Голландии Реми Баньяски бой будет уверяю вас что надо К1 на Евроспорт Россия Россия все еще впереди у нас самое интересное и вновь мы с вами в Осоке на гран-при по К1 это большая удача что мы с вами можем посмотреть поединки очень интересные бои Евроспорт Россия и К1 это сейчас неразделимые понятия этому несказанно рад заключительный бой сегодняшней программы встреча двух очень разных соперников они очень разные не только по весу но и по технике это американец Боб Сап которого не случайно и не просто так прозвали чудовище он действительно обладает чудовищной техникой а точнее сказать полным отсутствием техники и ввиду своей нестандартности он является очень грозным становится непредсказуемым удары наносит совершенно по невообразимой траектории но попасть под его руку это попасть под кувалду и его соперник великолепный технарь мастер тайского бокса это Реми Боньяски один из лучших боксеров на нынешний день и вот кто сейчас будет наверное Реми Боньяски да оказался голландец он воспитанник Меджиро Джима это так называется один из ведущих клубов тайского бокса и сейчас Реми устремляется к рингу голландцы это законодатели мод в мире кикбоксинга и тайского бокса достаточно вспомнить Эрнаста Хуста и все становится на свои места знаменитый мистер совершенства обладатель титула чемпиона мирового гран-при великолепный боец сейчас он к сожалению травмированный не принимает участия в этом гран-при в Осаке но здесь Реми Боньяски я думаю он с достоинством выступит и поддержит честь своего флага метр девяносто два рост Реми Боньяски 99,9 килограмма то есть 100 кило отличные показатели чемпион мира в супертяжелом весе кикбоксинге по версии WPKA и чемпион мира 2003 года в Лас-Вегасе очень крепкий боец 50 боев 41 победа 26 из них нокаутом и 9 поражений вот он показался в красном дыму в белых перьях весь черный и ужасный порой называют его черным Заратустрой каких только прозвищ не не присваивают бойцам вот он великий и ужасный очень страшный человек написано чудовище у него сзади на трусах очень интересно он сражается дело в том что он вышел из американского футбола конечно это мощный блокировщик был здесь немножко другие правила но несмотря на то что конечно сказывается нехватка техники боксерской и кикбоксерской но Боб Сап обходится без этого терпит чудовищные удары выдерживает страшные прямые мощнейшие боковые и по корпусу его ну просто бесполезно бить 170 70 килограммов вес Боба Сап вот он немножко скинул последнее время было 175 у него кило сейчас наверное даже еще поменьше работает конечно с собой а рост его 2 метра в К1 он провел 6 боев из них 4 боя выиграл в общем 3 раза нокаутировал своего соперника вот он 27-летний голландский тайский боксер 41 победа 9 поражений из 41 победы 26 нокаутов прозвище чудовище Боб Сап заработал своим безобразным поведением он порой оскорбляет соперников дразнит их ругается на зрителей да скинул вес 160 всего килограммов веса этого гиганта двухметрового напомню гиганта сейчас он в Японии тренируется старается постичь основы мастерства рукопашного боя и вот напоминают правила я думаю нужно это сделать очень основательно поскольку мы с вами видели что проправило сегодня в полуборьбу забывают иногда бойцы нельзя бить локтем нельзя бить головой все остальные удары практически разрешены Боб Сап старается торпедировать своего соперника вот так прикрывшись он движется вперед вперед и едва не выбрасывает за канаты реми Боньяски господи боже мой что творится на ринге Боньяски не ожидал такого и вот удар коленом это фирменное оружие тайского боксера реми Боньяски конечно же старается использовать самые грозные из своего арсенала Боб Сап просто сгребает его как снегоуборочная машина в угол и старается развеять по метру то что стоит перед ним не боится совершенно никаких ударов Боб Сап и вот они корявые безобразные но очень опасные удары 160 килограммов вкладывается в каждый удар Боб Сап ну подустал он сейчас немножко отдышится и вновь рванет вперед просто блокирует удары не мудрит не мудрит ему главное подойти поближе и ударить не важно как через перчатки скольких он уронил через перчатки человек доказывает что против лома нет приема не знаю сможет ли опровергнуть это это правило Реме Боньяски конечно главное сейчас ему устоять против чудовищных ударов американца и вот сейчас будет будет боковой справа очень забавно конечно это смотреть хотя не до шуток тому кто попадает под эти удары кстати Кирилл Абедик который в предыдущем бою сражался попал под один такой удар и тут же прилег и надолго прилег на ринг Реме Боньяски закрывается наглухо закрывается но эти стальные поршни как у паровоза просто у Боба Сап и они врезаются в защиту Реме Боньяски пробивают его в глухую оборону и сейчас я думаю голландцу совсем непросто на удары Боб Сап не реагирует хотя подустал дышит тяжело первый раунд всего лишь подходит к концу и Боб Сап наносит удар до огонь зрелище довольно редкое поскольку в основном он работает руками просто пешком идет к своему сопернику сгребает его к канатам и бьет но вот сейчас пропускает несколько ударов Боб Сап по корпусу кстати знаменитый Эрнест Эхуст именно ударом по печени нокаутировал Боба Сап сейчас другой голландец Боньяски старается повторить прием своего великого земляка Боб Сап работает коленом и пропускает удар хайкик наносит еще один хайкик Боньяски работает молодцом да действительно лед и пламен коса и камень это просто разные люди разный подход к ведению боя но темы интересны такие поединки конечно огромную огромные затраты энергии у Боба Сап такие атаки тяжело им выдаются хотя американские футболисты народ очень тренированный но наверное был какой-то период когда с режимом не дружил мистер по прозвищу чудовище но от этого он не менее опасен конечно вот такая оплеуха через перчатки и я думаю ухо звенит у Реми Боньяски долго и вот великолепная Маваша слева отлично и хайкик пропускает по-моему глаз немножко остекленел правый обратите внимание залился слезами конечно достается Бобу Сап он огромную цену платит за свои победы потому что пропускает огромное количество ударов нехватка техники он нехватку техники он компенсирует великим стремлением победить терпением вот такой физической мощью хорошо прикрыться Бобу Сап иначе ему не выстоит удары Реми Боньяски чудовищный удар ниже пояса пропускает Бобу Сап конечно рефери даст ему немножко сейчас отдышаться это было неумышленно и вновь вновь повторяется история с Эрнестом Хустом только на этот раз Боньяски наносит удар в голову было уже не раз что Боб Сап пропускал удар по лицу и не смог продолжать после этого бой вновь рассечение посмотрим каково будет решение рефери бой продолжается и Боб Сап как взятый американский блокировщик на футбольном поле но вновь что такое и еще раз удар по голове лежачему Боньяски не может встать после этой оплеухи смотрите он уже потерял 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 возможность передвигаться Реми Боньяски выходит доктор припечатал его Боб Сап я думаю наверное за это он будет дисквалифицирован надо же накануне в предыдущем бою Франсуа Бота также ударил Кирилл Абеди но сравнить Боту и Боньяски ой прошу прощения и Боба Сапа просто выносит с ринга несчастного голландца а это Боб Сап К1 дарит нам какие-то сюрпризы порой не очень приятные может быть но вот здесь рефери конечно виноват не вмешался удар по затылку был чудовищной силы 160 килограммов сверху рухнуло на на Боньяски вот этот момент был решающим конечно ну чудовище это есть чудовище тут уже ничего не попишешь да удар за ухо пришелся Боньяски не смог закрыться сказалось нехватка рэгбийного опыта там лежащий человек сразу хорошо прикрывает голову чтобы наступили бутсы Боньяски выключается просто выключается после этого удара и кроме всего прочего конечно он раздосадован но что такое он технарь каких поискать на белом свете таких можно по пальцам одной руки пересчитать звезда тайского бокса один из величайших голландских фиг боксеров но Боб Сап ворвался на ринг К1 и произвел здесь фурор однако не техникой а своим вот таким порой безобразным поведением вы знаете он занял место человека в черной маске в свое время позапрошлом уже и веки во время поединков борцовских они проводились в цирке знаменитые чемпионаты французской борьбы был такой импресарио дядя Ваня оборолись на аренах Иван Заикин Иван Поддубный великий и был такой злодей выходил злодей который боролся не по правилам хватал за волосы выламывал пальцы бил лежачего вот Боб Сап такой злодей да победа будет отдано Реми Баньяски ввиду дисквалификации Боба Сап ну можно конечно понять американца он во многом действовал так от отчаяния пылу борьбы не удержался ну что сделаешь не удержался хотя конечно он старается постичь бойцовский дух истинный дух мастера боевых искусств живет сейчас в Японии тренируется но сработало вот такое чисто американское качество добить своего конкурента любой ценой конечно сначала он снес его своего соперника и Баньяски рухнул добивать уже конечно не стоило вот на первый взгляд эти казалось бы не сильные удары на самом деле они очень чувствительные потому что там дальше за перчаткой 160 килограммов это бульдозер паровой каток с такими поршнями страшное дело не каждый решится выйти в ринг К1 и не каждый кто вышел в ринг К1 сможет там достойно выступать поэтому те кто сражается сражается красиво сражается мощно вызывают огромное уважение и популярность К1 во всем мире это очень популярный вид спорта и то что мы с вами можем посмотреть эти состязания наша большая удача и так с вами был Станислав Голованов с режиссерским пультом Наталья Цирлина великолепные бои в Осаке гран-при до встречи на рингах К1 Музыка